Статья третьей конвенции ООН о правах ребенка гласит, что в первую очередь всегда должны учитываться интересы ребенка. Защита прав детей это приоритетное направление нашего государства. Вопрос, который сегодня на заседании Круглого Стала вынесен, он актуален. Ибо защита прав несовершеннолетних это одна из основных функций государства. У нас на территории Российской Федерации, на территории Пензенской области немало федеральных, региональных документов и нормативной базы, которые регулируют защиту прав несовершеннолетних и гарантируют соблюдение этих прав. Права детей регламентированы в различных нормативных документах. Это и Конвенция о правах ребенка, и Закон об образовании, и Семейный уголовный кодекс Российской Федерации. И множество других региональных документов. Но, к сожалению, не всегда они работают. Представители учреждений системы профилактики предлагают различные мероприятия, направленные на защиту прав ребенка. Предложения такие, как нам видится в дальнейшем удержать систему, которая сложилась по профилактике, какие мероприятия первую очередь надо будет. Это меры по правилактике, за напасное положение в семье, повышение ответственности родителей, медико-социальное обучение, именно медико-социальное обучение и родителей, и подростков, и апрекунов, и попечителей, посвятительская работа, формирование здорового образа в жизни подростков и работа с окружением несовершеннолетних. Зачастую сами родители нарушают права своих детей, что впоследствии и ведет к подростковой преступности и безнадзорности. За 8 месяцев 2011 года в Кузнецке выявлено 29 безнадзорных детей. За этот же период времени ушли из дома 14 подростков, 10 из которых покинули родные стены из-за конфликта с родителями. Среди распространенных преступлений, совершенных подростками, первое место занимает кража чужого имущества. Если смотреть по времени совершения преступлений, то половина всех совершенных преступлений – это ночное время суток. То есть, хочу вам говорить, что недостаточно родителей уделяет внимание предотвращению безнадзорности своих детей. То есть, в то время, когда они здесь должны находиться дома, они совершают преступление. Гуляют. Вот так вот наблюдать можно. С 21 до 24 – одно совершено преступление, и с 24 до 6 утра – 4 преступления. Ребенок может остаться без родителей по разным причинам, но страшнее всего, когда органы опеки вынуждены в буквальном смысле слова спасать детей от пьющих и поднимающих руку на свое чадо мам и пап. За 8 месяцев этого года в нашем городе 10 человек лишено родительских прав. Выявлено около 400 фактов неисполнения обязанностей по воспитанию детей. Ребенок, лишившийся семьи, имеет право на альтернативные попечения. По установленному законодательству, сегодняшему и действующему сегодня, в течение месяца, со днями вступления к нам сведений об обнаружении таких детей, то есть детей, а также что без течения родителей, происходит их устройство. Приоритетной формой устройства, конечно, является семья. Дети передаются под опеку, под попечительство, в приемную семью, либо на усыновление. На первое полугодие 2011 года без попечения родителей в Кузнецке находится 21 ребенок. В 2010 по области около 300 несовершеннолетних передано под опеку. В нашем городе 8 детей из этого числа взято на воспитание в приемной семье и 17 усыновлено. Радует тот факт, что растет число граждан, которые хотят принять обездоленных детей в свою семью. На сегодняшний день в Кузнецке 31 семья готова усыновить ребенка и предоставить ему хорошие условия жизни. А главное, поделиться с ним своей любовью и заботой.